Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Для чего нужно жениться или выходить замуж? Как правило, люди идут на такой ответственный шаг, когда встречают партнера, готового поддержать любые начинания. В браке особо ценятся партнерские отношения в стиле «ты мне, а я тебе». Кажется, в современном обществе нет девушки, которая не нашла бы в себе недостатка, даже если окружающие вовсе его не замечают. Однако для того, чтобы решиться на вмешательство пластической хирургии, нужно обладать и смелостью, и средствами. Но есть и исключения. Как, например, героиня этой статьи – Анна. Еще будучи молодой девушкой, она вышла замуж за пластического хирурга, и тот помог ей добиться желаемой внешности. Его жена Анна поначалу даже и не думала, что когда-нибудь станет постоянной пациенткой своего мужа. У пластического хирурга Филиппа и его жены Анны за спиной 20 лет брака и двое чудесных детишек. Они счастливы, прекрасно выглядят и любят друг друга. Жена у Филиппа – настоящий идеал. Они поженились, когда были еще совсем молоды, и супруга Филиппа была вполне довольна своей внешностью. Анна поступила в университет на специализацию педиатра, а Филипп изначально знал, что хотел быть хирургом, ведь он рос в династии врачей. Так уж вышло, что к концу второго курса Анна чуть не провалила экзамен и попала на пересдачу. Когда девушка пришла к преподавателю, Филипп как раз был там и обсуждал с ним тему своего диплома, ведь был на последнем курсе. Филиппу сразу приглянулась Анна, и он дождался ее последней пересдачи. Пара познакомилась, и Анна рассказала парню, что поступила в медицинский наперекор родителям, а теперь даже не уверена, правильно ли поступила. Парень, конечно, поддержал молодую леди и с тех пор решил напутствовать ей и всегда помогать. Через полгода Филипп сделал предложение Анне, и она согласилась. А к концу учебы Анны они сыграли свадьбу. Анна была на седьмом небе от счастья, и ее абсолютно устраивало то, как она выглядела тогда. Фото пары даже висели по всему дому, а когда Анна забеременела, они стали вешать все новые и новые снимки. У пары появилось прибавление. Однако после рождения двоих детей Анна стала замечать, что фигура перестала ей нравиться. Она уже не с такой радостью смотрела на себя в зеркало, а за время своей беременности она поправилась на 24 килограмма, а после родов свои фото со свадьбы вообще намеревалась поснимать. Ей долгое время не удавалось вернуть себе прежнюю стройность. Как она рассказала, я набрала 24 килограмма после родов. Я сидела на диетах и тренировалась как могла, но тело упорно не желало приходить в форму. Никакие диеты или же спортивный зал с жесткими тренерами не помогали. Девушка не могла в это поверить. Тогда она решилась на серьезный шаг – пластическая операция. Но кто может сделать ее лучше всех? Конечно же, ее муж. Ведь Филипп уже тогда получил хорошее имя в медицине. Его знали все, и очереди к нему были на полгода вперед. В 32 года Анна сделала свою первую пластическую операцию. Она скорректировала форму груди. Позже Филипп признался, что его руки дрожали на протяжении абсолютно всей операции. Тем не менее, все в итоге прошло замечательно. Анна осталась довольна результатом. Сейчас Анне уже 47 лет. По признанию супругов, они долгое время не могли решиться на еще один шаг. Так сложилось, что люди его профессии не делают подобных операций близким людям. Но Анна очень хотела вернуть себе былую привлекательность, и Филиппу пришлось сдаться, ведь он хотел видеть свою жену счастливой. В настоящее время ей 47 лет, но выглядит она значительно моложе. Скорее всего, опять-таки благодаря мужу. Ее внешность изменилась кардинально с тех пор, как она начала изменять себя. Вот уже много лет Филипп кромсает свою любимую и превращает ее в совершенство. А теперь сравните, как выглядели супруги во время свадьбы и в наши дни. Правильно ли сделала Анна, что много раз ложилась под нож в клинике мужа? Анна устроилась на работу в ту же самую клинику, в которой работает ее муж. Она занимается административными делами и консультирует клиентов, обратившихся в клинику. Основная задача жены пластического хирурга – информировать пациентов о послеоперационном уходе. Также Анна поддерживает девушек, которые решились на операции. Что остается сказать? Только лишь то, что Анне действительно повезло с мужем, который решил самостоятельно сделать операцию и поддержал свою жену. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.